доброе утро мои дорогие пару дней не записывала видео даже уже некоторых написали мне в вайбер вы не заболели нет я не заболела просто просто вы знаете что что-то было лень сейчас я поставлю кофе на место и хочу чайник за те самые которые которую банку я тут открывала ну вот одной рукой не открыть поставлю в шкафчик одну гирлянда чки прихожу на кухню зажигаю гирляндочки телефона нет ой то есть телевизора нет поэтому зажигаю гирлянды чтоб не было по это самое здесь у меня в шкафчике травки разные вот полови какие надо и че очень жаль что я эти чаи больше не будут выпускаться вот я успела такие вот приобрести 4 упаковки какая-то еще не помню у меня была и я купила еще по на подарки ариши ариша отнесла пачечку вам чаем и то не в подарок к дню рождения положила у меня вот этой капелька осталось но я пока не еду в этот самый не еду фикс прайс что у меня тут еще семечки девочки совсем забыла вот было покупала что-то мне так захотелось это тоже вот чая чая от фаберлик ну что-то мне его совсем не хочется совсем не хочется ставим обратно максюшка очень любит вот это вот или какао или вот так горячий шоколад и с маршмелками еще у меня вот есть зеленый акбар тоже где-то брала где брала не помню не помню где брала и нуре в фикс прайсе но вот после того как купила вот эти чаи мне они как-то больше нравятся поэтому вот эти вот все так вот стоят так местечко надо для кофе освободить но вторую банку поставлю в другое место больше места нет совсем забыла что у меня вот такой вот есть вот такая взбивалка есть надо будет ее проверить может она с годами вообще там умерла я ведь пользовалась той которую аришке отдала ладно там посмотрим как-нибудь так чайник 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 закипай а вот что я хотела вам все время хочу рассказать и все время забывают девочки я вот показывала вам когда заказ показывала что я фаберлик заказала вот такое мыло девчонки мыло бесподобнейшее из всех мыл которые я брала для кухни это самое вкусное оно такое ароматное вот я люблю чтобы вот если моешься гелем или мылом чтоб еще оставался аромат на руках какое-то время хоть немножечко хоть немножечко и сколько я не брала даже кофейная когда-то брала я ничего потом не слышала вот это аромат бесподобнейший вот очень хочу спрей очень хочу такой спрей вот так достала кружку достала поставила кофе и достала вот эту баночку я совсем забыла что я ее приобрела макс ушки когда ездила я отвезла такую баночку только голубенькую вот и вчера уже открыла открыла сейчас я вам покажу что там но я поставлю поставлю камеру потому что в руках очень удобно держать так сейчас я устрою так сейчас уже чайник у меня чайник закипит но я буду пробовать так он еще он еще нет он вообще-то у меня закипел но я уходила занималась другими делами поэтому как-то холодная я кофе холодный не люблю так что мы сейчас сделаем мы сейчас зажгем свечу мало того что меня горят гирлянды светится я сейчас зажгу свечу такое вот удовольствие получаешь от того что вот это вот штучка вот это вот штучка сейчас покажу сейчас девочки покажу вот так вот она от тепла кружится так переворачивать на себя опять на себя переворачиваю вы знаете так сейчас я насыплю кофе дорву вот эти вот бумажки которые сверху заклеенные потому что я снимала видео и нюхала 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 ну что забросила забросила туда бумагу елки-палки ну что не вытащу теперь прилипло где-то все достала еще раз помихаю вкусно вкусненько пахнет конечно 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 не сравнить с кофе который варишь вообще самый вкусный кофе это когда зернышки перемалываешь вот это идет аромат с этим ничем ничего не сравнить молотый тоже в ничего но зерна это самое милое дело вот так ну сколько мне тут насыпать вы знаете у меня вчера так много не буду сыпать насыплю одну ложечку одну ложечку насыплю ну вот потому что не знаю как он на меня подействует как это будет так выключаем выключаем заливаем вчера у меня к вечеру подскочило давление я вчера ездила за заказом фаберликовским мне с пункта написали чтоб я рано не приезжала приезжала часам к двум а перед этим когда у меня был вася за день он что-то так намекнул что мол я приеду в город и но он не сказал что он сходит мне за заказом он не сказал он сказал что надо другу в этом году съездить давно не был и спросил во сколько время мне надо идти за заказом ну я так поняла что он придет ко мне и может за заказом сходит но это я так поняла потому что мне это так хотелось понять ну вот и я с утра как то так вот сидела у компьютера смотрела фильм и ждала ожидание это самое противное дело ждать ждать и ждать короче пока я это ждала смотрю что уже время много надо одеваться надо отправляться вот я еще подумала может быть он специально не не поехал сюда сразу там ну с автобуса и туда может я там с ним встречусь но не встретилась и он не появился ну ладно но он мне ничего не должен поэтому претензий к нему никаких это я так придумала сама себе так на настроила так вот в такой чашке девчоночки вот такой вот чашечка меня а короче вот это вот ожидание такое какое-то прямо мне спровоцировало у меня стало что-то перед глазами у меня мутно смотрю и так-то я вижу хорошо это если мне почитать надо я одеваю очки или если мелкая надо я возьму лупу еще почитать я собралась и как-то я иду и смотрю что что-то прямо мутновато у меня в глазах и все но съездила я за заказом приехала домой разобрала разделась и думаю по америку я давление чего это а утром только выпила как всегда пол чашки кофе выпила с бутербродом а вот смотрю у меня на 140 ну вот я так и чувствовала что значит видно давление поднялось раз у меня так это самое в глазах мутно выпила конечно таблетку и думаю ничего не буду делать лягу полежу полежала наверное часик полежала тут не аришка позвонила как ты что-то каждый день там по несколько раз друг у друга спрашиваем как у нас дела тут мальчишки были заболели максюша принес со школы какой-то рота вирусную какую-то инфекцию и они по кругу пошли болеть а болели как не температуры нет рвота и все ну как-то один день на следующий день другой на следующий день третий но и и кости за заключительные вот так вот у них прошло это но все говорит у меня все хорошо я говорю у меня давление поднялся на вашу это у тебя давление стало прыгать я говорю ну не знаю вот наверное так вот так вот погода может меняется поэтому вот такое происходит я говорю ну если будет плохо сразу вызывай скорую она мне сразу это самое волнуется через какое-то время ну короче я полежала чувствую что так в глазах уже прояснила и долго наверное рассказывает а мне кто-то написал что я слишком много долго болтаю вот но простите кому не нравится сразу выключайте или перематывайте какие какие проблемы проблем же никаких в этом отношении полежала аришка опять звонит ну как ты я говорю но все нормально но слава богу и вообще девчонки вы знаете что то я в этом году устала устала так что вот совсем ничего не хочется тут у меня конечно в мыслях что мне надо что-то приготовить вот надо мне сегодня еще сходить на рынок потому что уже завтра надо как бы то взяться уже что-то приготовить чтоб не не хвататься когда ариша позвонит мы сейчас к тебе приедем поэтому вот чтоб у меня уже было лежала там колбаска чтобы у меня было пару солдатиков я их быстренько порежу заправлять не буду закрою целлофанчиком не целлофанчиком этой пленкой и пусть стоят в холодильнике как придут потому что неизвестно как кости будет работать у него то его в 11 отпустят то он вчера пришел в 9 с утра до 9 часов поэтому думаю пусть будет вот так не знаю когда таня придет а придет она обязательно я ее не приглашаю в этом году я никому ничего не говорю никого не приглашала никого они меня не приглашают но я иду и поздравляю все пришла поздравила пошла мимо вот но я так не могу поэтому вот я не знаю когда таня может прибежать меня поздравить и естественно я скажу присаживайся к столу и давай их шампанское или чин-чин у меня есть холодильнике я и то и другое купила и бутылку с красным вином сухим взяла на любителя конечно кому кому что захочется если кто кто придет вот ну что то я говорю в этом году я как-то очень очень устала я не ездила никуда отдыхать вот в том году я начала болеть это все перешло на этот год пока я восстанавливалась потом я все лето ползала по огороду рвала эту траву как-то и вот так вот весь год у меня такой какой-то вот нудный можно сказать она конечно надо сказать богу спасибо что я все-таки поднялась на ноги что я выздоровела но после этого кризиса после этого давление у меня стало чаще прыгать раньше это было очень редкое явление очень редко это если там может быть кофе перепьешь как я его любила очень много пить либо там может быть какое-то застолье и там коньячку выпьешь тоже может так вот прыгнуть давление а так у меня этого не было сейчас она конечно у меня прыгать стало чаще вот что значит не отдыхать и не получать удовольствие потому что пусть это 10 дней каких-то но ты уедешь от забудешь обо всем вот отрекешься от этой вот обыденной жизни где-то что-то посмотришь что-то на какую-то экскурсию съездишь поплескаешься в море просто полежишь под солнышком послушаешь шум волн и и какую-то мелочь купишь какие-то подарочки своим любимым и уже и уже живешь весь вот этот вот зимний период уже живешь как-то с воспоминаниями оба о чем-то приятном вот в этом году приятного не было только было такое вот ну приятное то что конечно что я выжила что я поднялась на ноги ну вот что я вот она и ну вот но вот так вот как-то вспоминать с такого особенно приятного ничего не было и что-то вот я говорю я как-то вот и морально и физически как-то я устала мне вот я встаю и думаю вот сегодня надо сходить в магазин вот надо было съездить корону поснимать там наверно украшено красиво мне сейчас прислала прислал магазин пятый элемент я когда-то там покупала фотоаппарат у меня кстати камера есть фотоаппарат есть canon я когда у меня не было вот этого телефона на который я сейчас снимаю я почему-то считала что вот я смотрела блогеров которые такие крутые у них всех как у всех камеры и я как-то решила ну что телефон надо купить камеру я купила не дешевую что-то 400 450 рублей по моему нашими она тогда была вот но в принципе я ей один год только я взяла я с собой в турцию там снимала когда мы ездили на экскурсию вот заняла там эту всю всю площадь так девочки пробую кофе ну что сказать конечно я насыпала сюда мало но так как после вчерашнего перепада давления я боюсь сделать его очень крепкий ну кофе как кофе особенного вкуса нету может если бы я всыпала ложки три может быть было бы немножко вкусней но так лучше конечно его пить с молоком а еще лучше со сгущенным вот тогда это будет вкусно ну ладно купила и купила пусть будет бывает же такое когда вот лень варить или лень молоть быстренько раз ложку это сама отвыкла я уже от такого кофе совсем отвыкла вот так еще я вам обещала печенье показать сейчас я вам покажу здесь конечно половина съедена так как же это показать чтобы она не вывалилась так держу вот эти такие переборочки там давайте я лучше вот так вот покажу и там вот такие вот печенюшки сладенькие такие вот с этим сахаром на сверху и все лежат в ячеечках раз-два-три-четыре-пять пять вот этих формочек и в каждой а сколько же в каждый штучек наверное по пять по пять штук наверное но печенье съедется как куда оно съедется никуда оно не съедется скушается а баночка красивая останется вот посмеялись вместе да вы посмеялись как я сказала съедется конечно для четырех рублей печенья здесь очень мало что там пять и пять двадцать пять печененок и четыре рубля я бы сказала что это дороговато но ведь здесь же красивая баночка ее можно куда угодно приспособить вот не знаю есть ли сейчас еще в фикс прайсе такие баночки в принципе можно было взять на подарок вообще прекрасно так вот детям моим очень понравилось только Максюша начал не обратил внимание что там заклеено там пленкой было заклеено и начал открывать и печенье рассыпал ну потом собрали конечно вот так о чем я о чем я говорю о том что я устала как то вот я не устала жить но я как то вот нету того вот удовольствия может быть это еще потому что я не знаю смогу ли я в следующем году куда то поехать если если раньше я я знала я как то не думала о том что вот мало ли что в дороге там может случиться или я там мне плохо станет или еще что то или у меня денег не будет я конкретно всегда знала что вот на следующий год я хочу туда то или Турция или Египет вот в прошлый раз я собиралась в Египет мы с Аллой как то это обговаривали а до этого Валя мне это самое вот когда я уже после болезни уже стала выходить на улицу вот и с Валей встречалась и она Гала давай поедем давай поедем я говорю нет Вале я мне врач сказала никуда даже не собираться в этом году вот и и после того вот как со мной такое вот произошло вы знаете я никогда вот раньше не задумывалась ай вот там что то я могу заболеть или еще что нибудь у меня всегда я была оптимистом таким даже если слышала что передавали вот там землетрясение было или там что то ураган какой то прошел я говорю ну это же он уже прошел а когда мы поедем этого не будет ну вот и как то у меня всегда только были такие светлые мысли только главное мне найти тот отель в который я хочу чтобы это было рядом с морем чтобы это было вид на море с окна в общем вот такие вот хорошие были всегда мысли у меня то сейчас уже как то вот знаете вот когда вот давление стало попрыгивать и я уже как то так вот я вроде бы хочу да и когда цены поднялись да еще передали по телевизору что если в Турцию поедете знайте что еще два процента надо будет еще платить отелю вот что тоже какие то какие то там у них изменения и вот смотрю кто в Турции кто живет там или это самое рассказывают что сейчас все намного дороже в Турции значит и разговаривала женщина с одной из турфирмы она говорит подешевение не ожидайте потому что надо все нам надо говорит окупить все то что мы не не добрали в этом году вот поэтому путевки будут только дороже а не дешевле а пенсия то если ее и добавляют то это 20 рублей добавили а что это 20 рублей что это 20 рублей добавленное к пенсии когда повышаются коммуналки повышаются налоги повышается все на свете сегодня тоже включила телевизор а там говорят что мол я не знаю правда это Россия или это Беларусь говорила но я думаю что Беларусь не отстанет в этом отношении что налоги там какие то даже вот эти ремесленники будут как то платить налоги не раз в год а каждый месяц и что налог был 16 процентов я раньше слышала что 13 процентов оказывается 16 что процент 16 процентов а теперь будет 20 процентов ну вот а как сейчас у меня так и у меня что у меня какая у меня какая у меня зарплата за YouTube 12-15 долларов это каждый день выпуская видео и что вы там у меня добавляетесь мои любимые подписчики и то что как то немножко больше просмотров все равно это я собираю я не знаю сколько сколько мне еще месяцев собирать да еще вдобавок банки не каждый банк получается я не могу в них получить эти деньги даже я же вам рассказывала как в прошлый раз я перечисляла когда у меня собралось за год что один банк до них не дошли деньги вернулись назад во второй они вообще не пошли вот и наконец-таки мне подсказали мои белорусы подсказали что народный банк о котором я даже не слышала что у нас такой банк есть такой маленький в таком местечке где даже не представляю сто раз ходила по тому месту и даже не знала что он там находится там где-то в ямочке так что я получила еще 12 долларов с меня по дороге высчитали и никто не знает куда в банке спрашиваю куда не знаем наверное банк посредник вот какой банк нигде концов никаких не найдешь так вот если от 100 отнимут еще 12 банк посредник и потом еще 20 долларов отнимут это самое налог или сколько если 20 процентов это сколько это больше наверное еще и что там останется и что там останется ничего поэтому раньше как-то вот оно хоть немножко как-то я не получала конечно каждый месяц раньше когда и до этих вот всех перепитий всех этих неприятностей у меня тоже было там 7 месяцев работала на сотню 6 месяцев один единственный раз у меня получилось что 4 месяца я как-то заработала 100 но тогда не высчитывали вот эти вот банки посредники я обращалась я получала через альфа банк нормально как как послали так и получила вот а теперь только вот этот единственный банк не знаю почему самый такой вот маленький банк но зато по дороге все отнимают поэтому я говорю я хотела бросить но потом как-то смотрю мои люди со мной и да и мне с вами веселей как-то я ведь одна я одна живу хотя у меня конечно и дети и внуки я каждый день с ними общаюсь и ну раз в неделю я я к ним они ко мне но как-то все равно вот хочется поговорить иногда хочется рассказать а дети заняты они что же при семье надо готовить надо убирать надо детей смотреть и сейчас не они не особенно они хотят особенно ко мне ездить холодно вот то болеют то еще что-нибудь поэтому вот нет я мне нравится что я одна живу мне это нравится потому что у меня все было и все есть у меня я не то что я совершенно одна и дети есть и внуки есть и правнуки есть и кот есть который ночью спать не дает вдруг ему хочется на улицу идти погулять ну вот это вот как я никогда мне как-то вот я не могла вот так скучно жить если у меня была семья при мне да я что-то тоже это уже занималась готовкой занималась там пекла что-то теперь это я делаю редко когда у меня только вдохновение на меня нападает что мне хочется что-то испечь вот а так самой для себя не всегда это хочется делать девочки что-то я очень много болтаю где-то мои очки я не вижу сколько там уже минут что-то я натрындела наверное кто-то уже давно отключился и думает пошла бы ты подальше оооо двадцать семь минут уже болтаю вот скажет никакой информации не несет а только сидит и просто 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 болтает но болтаю я как с подружками Вот пришла ко мне подружка, и я с ней вот о том, о чём я с вами сейчас разговариваю, о том бы я поговорила с ней, она поговорила об этом же со мной. Это такая жизнь. А какая у нас жизнь? Моего возраста, я думаю, что все так живут. Ну, если только кто-то живёт вместе с мужем или вместе со своими детьми, тогда здесь какое-то есть разнообразие. Вот. Ну, а пока жила с мужем, пока было на кого пожаловаться, я вам что-то рассказывала, то сейчас меня никто не ущемляет, мне никто не надоедает, у меня всё прекрасно, всё хорошо. Вот. Ну, по-моему, это я сказала, про это я сказала, а то я всё время думала, как-то не забыть про мыло сказать, не забыть печенье показать. Очень хочу сходить к ёлке. Сейчас у нас всё раскисло, у нас вода, вот до автобуса, вот до тротуара, вот такие вот куски залиты водой. Это ступаешь, всё, и тут же поплыл. Вот. Не знаю, как вот это самое, как это выбраться туда. Но я думаю, что это только после Нового года, потому что сейчас мне будет некогда. Сегодня я иду сейчас, пойду переодеваться и пойду на рынок. Пойду по магазинам, которые у меня тут рядом, докуплю то, что мне нужно. Вот. И завтра тогда буду что-то готовить, то, что это самое, что можно приготовить такое вот быстренькое. И то, что поставить в холодильник, и уже будет готово. Да, ещё не забыть майонез купить, и мандарин купить, потому что в прошлый раз мандаринки купила, и деткам отвезла их все. Сначала разделила пополам, а потом думаю, нет, надо всё отвезти, у меня тут рядышком схожу и куплю. Ну, вот так вот, мои дорогие. Вот такое вот видео. Если вам не интересно, вы мне напишите, я такие видео снимать буду. Буду ждать, когда куда-нибудь схожу, где-нибудь что-нибудь. Ну, по городу ходить, конечно, я не буду. Это и идти, и думать, как бы то тебе не упасть, не поскользнуться, и не разбить свой телефон. Потому что, если я, не дай бог, это опять какие-то расходы. Вот так вот. Вот так. С наступающим вас всех. Я вас ещё сто раз поздравлю, конечно, с наступающим. Сколько у нас ещё дней осталось? Раз, два, три. Ещё три дня до Нового года. Вот. А потом опять, опять начнётся та же, та же жизнь. Это мы сейчас готовимся. Есть какое-то такое приподнятое настроение, потому что хотела где-то что-то украсить, показать. Ну, как-то в этом году мне даже украшать не очень-то хотелось. Так вот. Когда я девчонки, я знала, что я их приглашаю на день рождения. Мне хотелось то ли шариками украсить, повешать так, то ли ещё что-нибудь. Но сейчас уже как-то меньше такое настроение. Они не отмечают. Ну, и я не отмечаю. Вот. Ладненько. Всё. На сегодня всё. Мы встретимся в следующем видео. А вы пишите комментарии. Ставьте лайки, потому что без них это вообще как бы-то очень грустно. Если вы не ставите лайки, не пишите комментарии, значит, я вам не нужна, значит, вам всё это неинтересно. Видеть меня не хочется, слышать меня не хочется. Вот. Даже хейтеры мои пропали. Удивительно, что же с ними случилось. Вот. Видно уж очень нечем, не за что меня хейтить. Всё, мои дорогие. Сейчас я доплю кофе, у меня ещё немножко осталось, но он уже, он уже холодный стал. Холодный какой-то. А когда холодный, невкусный. Точно, только, только со сгущёнкой. А сгущёнка у меня есть, так что в следующий раз я кофе буду пить со сгущёнкой. Это будет намного вкуснее. Всё, пока. Сгущёнка. Всё.